Без воды временно остались Красный Сулин и Новошахтинск. И пока горожане могут заказать ее подвоз к домам. Приостановить водоснабжение решено из-за ухудшения качества жидкости в питающем города Соколовском водохранилище. Роспотребнадзор анализирует пробы по микробиологическим и бактериологическим показателям. Мониторинг ведется ежечасно. А до восстановления качества будут работать 20 водовозок. Подвозят воду адресно. Жители могут заказать ее в единых дежурно-диспетчерских службах. Телефоны сейчас на экране. Водовозки готовы приезжать утром и вечером для удобства работающих горожан. Пожилым людям берутся помогать волонтеры. Рекорд – дело привычное, если ставить его каждый год. Основное зерно дона, а зимая пшеница, засыпана в бункеры 10 миллионным урожаем, самым большим в России. При том, что на собственные нужды Ростовской области хватит его трети. Сегодня аграрии проанализировали уборку и наметили стратегию нового сезона на областном совещании. Кажется, рекорды донских селян уже стали привычным делом. Четвертый год подряд тяжелеет каравай. Только зимой пшеницы собрана 10 миллионов 600 тысяч тонн, а всего ранних зерновых – 12 миллионов 300 тысяч. Небывалый показатель за всю историю. Средняя урожайность составила 41,1 центра с гектаром. В прошлом году заканчивали ранее с показателем 36,8 центра с гектаром. Наибольший вал зерна обеспечили хозяйство Зимовниковского района – 684 тысячи тонн, в Зеленоградском районе – 668 тысяч тонн, в Цальском – 666 тысяч тонн. Секрет успеха не только в благоприятной погоде. Новые технологии и вдумчивый подход к каждому полю обеспечивают результат. Крепнет и материальная база. Три предшествующие ввода, они как бы дали хорошую прибавочку нашим селянам в виде доходов от продажи зерновых культур. И селяне поступили разумно. Они как бы вновь эти деньги включили в оборот, приобрели технику, семена, удобрения, средства защиты растений. Это, конечно, сказалось на урожаях. На мировом рынке в связи с засухой из США и Канаде пока держится неплохая цена. Экспортные поставки добавят селянам новые возможности для роста урожая. Но наибольший выход можно и должно получать от переработки сырья. Мы считаем, что внутри области должно перерабатываться порядка трех миллионов тонн пшеницы. То есть мы должны нарастить мощности по переработке практически в три раза. Сейчас готовимся, проводим работу, ищем инвесторов. Стратегия грядущего сельскохозяйственного сезона определена. Полевые работы вступают в новую фазу. Татьяна Бочарова, Андрей Токарев, Дон-24, Ростов-на-Дону. Первый А, Б, В, Г и даже И – это для школьных классов привычно. Но чтобы первый О, а в Ростове будет и такой впервые за 10 лет – это не единственный рекорд, который озвучили сегодня за круглым столом о готовности системы образования Ростовской области к новому учебному году, где депутаты ЗАГС Собрания пообщались с министром образования. Второй рекорд – по общему количеству школьников. 1 сентября в 1100 донских школ пойдут 410 900 подростков, тоже максимум за десятилетие. На целых 7000 больше прошлогоднего. После капремонта откроются две школы в Новошахтинске – 8 и 27. Завершив трехлетнее капитальное обновление, примет школьников Ростовский лицей номер 50. И самое большое открытие – новая школа в Левенцовке. В этом году у нас рекорд. На сегодняшний день завершается комплектование школы номер 115 в Левенцовке, которая откроется 1 сентября. И у нас впервые за 10 лет сформировалось 15 первых классов. У нас будет первый О. Вопрос с местами в детсадах снят, но перешел на школы. Только первоклассников в этом году 44100, и все они в идеале должны учиться в первую смену. Таково указание Минобра России, и все же вторая пока остается. У нас в 2010 году родилось порядка 40 тысяч детей. После этого у нас 11-12 рост был, и до 50 тысяч у нас ложалось детей. И поэтому проблема будет. И мы в рекомендации круглого стола предложили Министерству образования Ростовской области обратиться на федеральный уровень для того, чтобы в Ростовской области построить новая школа. Это необходимо будет в ближайшее время, 2-3 года. По регламенту мы не должны обучение проводить двусменно. Идет сокращение с одной стороны, с другой стороны нехватка учебных заведений. Это ярко оттеняет эту проблему. Еще один важнейший пункт – безопасность школьников. Роспотребнадзор и Пожнадзор школы уже проверили. Кроме того, порядок будет поддерживать вневедомственная охрана. О готовности ее сотрудников неделя, как доложено антитеррористической комиссии. Мария Филинкова, Фатима Зурабова, Станислав Фоменко, Дон-24, Ростов-на-Дону. Транспортные карты для безналичной оплаты проезда по Ростову появились сегодня в киосках Росдон-Печати. На день раньше анонсированной даты. Теперь по городу более 80 точек продаж. Все иные отмечены специальной сине-красной наклейкой с надписью «Купи транспортную карту». Адреса можно найти на сайтах администрации Ростова и Агентства развития платежных систем. Карта продается у нас с балансом. Стоимость карты 100 рублей. Сейчас пока пополнение только через сеть нашего партнера банка «Центринвест». Сочетается через сеть терминалов. Накупленные в Ростов-дон-Печати карты деньги на одну поездку. Пополнить ее через интернет или телефон пока нельзя. Но эту опцию обещают ввести в ближайшее время. Напомню, спрос на транспортные карты возник после заявления властей города о повышении цены проезда в августе. При этом безналичная оплата позволит сэкономить. По карте поездка в автобусе будет стоить 20 рублей, а наличными 25. Касается это только автобусов. На маршрутке скидка не распространится. Точную дату повышения стоимости проезда администрация пока не называет. Дорогами Победы на Севастополь стали магистрали Ростовской области. По ним в Крым движется международный автомотомарш. Его основная задача – помирить воевавшие народы. Стартовал пробег Смоленске. Одна из остановок на Дону в Каменшахтинском. Поклониться могилам солдат, отдавшим жизнь за свободу нашей Родины. Не дать людям забыть настоящих героев Великой Отечественной и Второй Мировой – стремятся участники автомотомарша. В основном это байкеры, ночные волки и юнормейцы. В каждом городе они выставляют стенды фото-выставки «Это наша победа» как символ единства поколений в преклонении перед героизмом красноармейцев. И вот мы тем самым хотим все-таки напомнить всей той Европе, которая сегодня пытается переписать историю, ввести нас в какую-то кровопролитную войну, что все-таки давайте будем жить мирно. Но если надо, мы дадим любому агрессору всегда отпор. В маршруте автомотомарша Луганск, Донецк и Саурмогила. Митинги у мемориальных комплексов проводятся на всех остановках. И в каждом городе остается флаг акции «Это наша победа». Некоторые политики западные очень хотят нашу историю уничтожить. Не изменить, а просто ее уничтожить. Ну и мы, соответственно, этому очень активно противодействуем, стараемся. По дорогам победы едут не только россияне. К международному маршу присоединяются мотоциклисты и автолюбители из Германии, Польши, Чехии, Словакии и Словении. Финишируют акции 19 августа в Севастополе на площади Нахимова. Жителям города передадут символическую капсулу со Смоленской землей, ведь именно на Смоленщине родился этот адмирал. Елена Ребжанова, Евгения Слинкина, Дон-24, Камень-Шахтинский. В решающем матче восьмого турнира Виктора Понедельника, как положено, Академия имени Понедельника, а ее соперники – 14-летние футболисты ростовского СКА. Они явно сильнее остальных, идут на равных, но армейцев устраивает ничья. Академики и армейцы катком прошлись по соперникам, разгромно обыграв сверстников из Курска, Кущевской, а также земляков из восьмой спортшколы имени Виктора Понедельника. Академия вообще не пропустила ни одного мяча, на табло бывало и 6, и 7-0. Во-первых, видно, что у нас имеются своеобразные проблемы в ростовском, будем так говорить, футболе, в ростовской области, и в частности в детском футболе в том числе. Будем смотреть, какие команды останутся на следующий год и будут дееспособны, то есть принимать участие. Кучному поединку СКА и Академия подошли с равными очками, но у юных армейцев лучше разница забитых и пропущенных мячей. Они и открывают счет к перерыву 2-0. Но во второй половине разницу сократил Данил Тарасенко, а затем точным ударом равновесие восстановил сироп Мхитарьянц. Честно, нечасто забиваю, бывает очень редко по одному голу, но на этом турнире я забил за два матча три гола. Вот, в принципе, для меня хороший результат. Так, помог команде сколько смог. Казалось, развязка наступила во второй половине тайма. Деморализованные футболисты СКА лишь изредка выходили на половину соперника. Академия упрочила преимущество. Второй гол в матче и восьмой на турнире забил Данил Тарасенко, что позволило сравнить себя с Криштиану Роналду. Роналду примерно как я играет, только по технике еще. Но последний удар нанес все-таки СКА. Уже в добавленное время после отличного броска из аута добился нужного результата. Это центральный полузащитник, уроженец Мартыновского района Ренат Мамедов. Головой переправил мяч ворота. Три-три. Ничья принесла кубок армейцам. У нас были победы еще в Хопс Кап. Ну, у нас много побед было просто. Не все помню. Третье место заняла команда восьмой ростовской спортивной школы имени Виктора Понедельника. Так что все медали турнира забрали ростовчане. Лев Клинов, Сергей Яковенко, Дон-24, поселок Водопадный, Оксайский район. На мосту искусств можно будет увидеть бессмертного Конора Маклауда. Исполнитель роли горца Кристофер Ламберт прилетит в Ростов на международный кинофестиваль «Бридж оф артс». Пообещали в пресс-центре Дон-Медиа организаторы. Это культовый, совершенно популярнейший во всем мире актер. В 10 утра на пресс-конференции открытие фестиваля «Бридж оф артс». Вы его увидите, он будет у нас, по крайней мере, планируется его прилет к этому времени, и он будет у нас на пресс-конференции. Новинка фестиваля – первый всероссийский конкурс фильмов о туризме и путешествиях «Россия вдохновляет». Заявку на участие подали 36 лент о регионах, памятниках культуры, впечатлениях от нашей страны и иностранцев. Оценивать будут с двух позиций – творческой и туристической. Эти эксперты были во многих регионах, и они будут оценивать еще и правдивость того, что показано в фильме. Все мы понимаем, что от ракурса зависит привлекательность того или иного объекта. И чтобы так не получилось, что победил фильм, где идет приглашение в регион или в какую-то местность, в которой кроме двух ракурсов, и смотреть не на что. Сценаристы и продюсеры со всей страны презентуют на фестивале свои кинопроекты для поиска инвестора. По сравнению с прошлым годом желающих участвовать в питчинге стало больше на треть – 156. Здравствуйте, здравствуйте, дорогой Ростов. Из Ростова столько заявок мы нам не прислали никогда. Это правда очень много. 26 заявок из Ростова-на-Дону. Сценаристов и продюсеров. Приглядывались два года. Да, и вот они наконец появились. Поверили и решили, да, делать. Фестиваль стартует 23 августа. Программу семейного и детского кино можно посмотреть бесплатно. А в основной конкурсной программе 10 фильмов со всего мира. Евгения Нагорская, Дон-24, Ростов-на-Дону. На пленэр в любую погоду. 20 лет назад именно любовь к работе на природе объединила новочеркасских художников в творческую группу «Мишкинские бугры». Название взяли от живописных окрестностей, родовых имений Атамана Платова, хуторов Большой и Малый Мишкин. И сегодня художники готовы пройти не один километр, чтобы найти мотив для пейзажа. Юбилейную выставку мишкинцы привезли в Ростов. Творческих групп много, но новочеркасские мишкинские бугры одни такие. Конечно, художникам не чужды и портреты, и натюрморт, но пейзаж доминирует. Это не просто набор деревьев, веточек, домиков и цветочков, говорит Александр Глушенко, а состояние души художника. На полотнах узнаваемые окрестности – Раздорская, Азов, Пухляковская, Старочеркасская. Хотя есть и творческие отчеты из Вешенской или даже Абхазии. Живешь здесь, этим дышишь, этим радуешься. Поэтому, конечно, если зрителю это все нравится, а ради зрителя мы и работаем. Потому что мы рады, когда приходит зритель, когда у него там что-то на сердце защипало, что-то тронуло душу. Мы рады. Эта группа, она не просто по симпатиям, она по задаче, которая поставлена в искусстве, главная задача – это развивать лучшие традиции отечественного классического пейзажного искусства. Пейзажи бугристов сегодня и в зарубежных собраниях Китая, Франция, Канада, Германия и в отечественных музеях, среди которых и наш Ростовский. Потомок известного новочеркасского живописца Николая Дубовского Наталья Дубовская помогла мишкинцам сделать электронную версию их картин. Я работаю в Центре дорожного строения подготовки персонала для космонавтов. Уже 40 лет эта организация. И поэтому к нам приезжают и гости, и москвичи, и космонавты, которые даже наш диск мишкинцам проупрали в космос. Мы все-таки аполлогеты пионера, а как говорил наш замечательный групп, мишкинский, полков Тимофеев, заслуженный подружный, красивый, пишет «Жану так, чтобы пить хотелось». Так и пишут. А зиму так, чтобы, подойдя к ней в жару, люди ощущали прохладу. Галина Белоусова, Юрий Санкин, Дон-24, Ростов-на-Дону.